Всем привет! Сегодня я буду показывать печенье, которое... Ой, меня зовут Полина и... Я даю тебя сниму, а сначала нажимать надо. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина и сегодня у меня в гостях наконец-то моя родная сестра Полина! Всем привет, ребята! И я очень рада вновь появиться на Каринином канале. Да, многие просили, многие ждали и наконец-то моя сестра сегодня вместе со мной снимает очень крутое видео. Перед тем, как начать, я хочу вам рассказать небольшую предысторию, чтобы вы понимали, какое видео мы примерно сегодня будем снимать, потому что от названия особо ничего не понятно. Когда я начинала снимать свои видео на канал, только-только примерно 4-5 лет назад... И я всегда наблюдала за Кариной, как она снимает, что она снимает. Но мама мне не разрешила снимать на YouTube, потому что мне было 5 лет. Камон! И я всегда у мамы брала ее планшет и заходила в камеру и снимала видео. Еще раз повторяюсь, мне было 5 лет. Иногда даже Полина была настолько маленькая, что я помогала ей снимать какие-то ролики. Чисто для того, чтобы она пересматривала их или показывала родителям. Очень много воспоминаний хранится в роликах, которые снимала Полина, и я думаю, что вам будет очень интересно посмотреть, какие ролики снимала Полина, что она говорила, потому что упоминала она там обо мне не один раз. И когда я начинала снимать видео, я говорила типичные фразы а-ля Всем привет! Ставьте лайки! И Полина, снимая видео в фотопленку, говорила точно так же. Я думаю, что вам реально будет интересно посмотреть на это. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что мы с Полиной планируем уже очень скоро снять скетч-вайн в мой профиль. Я уверена, что вам он понравится, так что ссылочку я оставлю ниже в описании. Ну а мы можем пожелать вам приятного просмотра. Ну а мы начинаем! Некоторые ролики даже сама Полина не видела, и ей очень интересно будет даже сейчас на них посмотреть. Я хочу посмотреть сильно важное для меня видео, где Полине было примерно, я не знаю, 4 или 3 годика. Она была такая маленькая, такая пусечка просто. Привет всем! Ёлка выдернула ветки по лесу, видела, елки светили, ветки и хлопушки по полной. Наступил такой хороший и счастливый Новый год. На этом я хочу поставить паузу. Это небольшое стихотворение, которое Полина учила в садике. Мне оно очень нравилось, когда рассказывала подобные стихотворения. И сейчас вы услышите мой голос, когда я тоже была маленькая, потому что оператором была я. Не до оператора, потому что камера постоянно туда-обратно дергалась. Я думаю, что вы уже обратили на это внимание, обратите еще не один раз. Смотрим дальше. А Карина еще специально, когда со мной нянчилась, она делала такой смешной голос, чтобы я подумала, что она на меня типа голосом похожа, чтобы я с ней дружила или что-то типа. Кстати, да, еще Полина меня называла до 6 примерно лет няней. То есть няня-няня, не Карина, не сестра, просто няня. Даже моя мама говорила, типа, вот где там няня, ну-ка позови ее сюда. Расскажи еще какой-нибудь стишок. Ага. С елки? С елки упали огонечки. Мама с папой и... Оператор просто высшего класса, ребят. Теперь скажи стишок. Типа, что за говно ты сейчас рассказывал? Теперь расскажи стишок, ей-богу, а. Я хочу собаку. Я тоже хочу собаку. Я даю тебя сниму, а на чем она жмель надо? Я реально не могу. Ссылочка на полный этот ролик будет ниже в описании, иначе мы будем смотреть это видео просто вечно. И последний, самый смешной ролик, который я хочу посмотреть с Полиной, еще есть их очень много, но я хочу снять вторую часть. Мы с Полиной с этого ролика угорали, признаем. Мы его смотрели, но там просто такой бред, это капец. Всем привет, сегодня я буду показывать печенье, которое... Ой, меня зовут Полина. Мне может так представляться, ребят, в начале видео. Всем привет, сегодня я вам буду рассказывать страшную... Ой, меня зовут Карина. Мне 5 лет, вот столько будет, скоро будет 6. Я буду вам сегодня показывать, комментировать печенье, которое испекла вчера вечером моя сестра Карина. Ей 11 лет, она уже большая, она ходит в 5 класс. Такие вот печенье ушло. Карина приготовила печенье. Такое печенье просто... Разной формой, чуть-чуть поменьше. Вот это кухар просто, повар. Вот это лицо просто, которое сейчас было, оно, я не знаю, оно пародирует мое состояние, просто everyday mood какой-то, реально серьезный. Мы их вчера вечером приготовили, всю ночь езжали. Короче, пока. Короче, сегодня я вам буду показывать печенье, мы их обязательно попробуем. А Карина их вечером приготовила, они уже засохли. Короче, пока. Это просто какой-то капец, ребят, у меня нету слов. Первый вопрос, влюблялись ли вы когда-нибудь в одного и того же мальчика? Видимо, эта девочка не знает, сколько тебе лет. И что у нас абсолютно разный вкус, ребят. Единственное, что я вам могу сказать, это то, что Полине никогда не нравились мальчики, с которыми я встречаюсь. Докажи. Что ты о них думала? Я думала, что они какие-то либо кузнечики, потому что у них тонкие ноги, либо какие-нибудь там косолапые косоручки. Не знаю почему, но Карине всегда нравятся какие-то худощавые друщи. Вот, да, и парни, которые, ну, у них, короче, с головой не в порядке. Реально с головой не в порядке. Согласитесь, девочки, со мной, меня сейчас многие понимают. Следующий вопрос, он очень банальный, но я думаю, что пора поставить точку и ответить на него раз и навсегда. Ссоритесь ли вы с сестрой? Если да, то из-за чего бывает и по чьей вине? Вообще, мы с Полиной такие характерные бабы, и в последнее время мы начали ссориться очень часто. Вообще, мы с Кариной очень часто ссоримся из-за всех их мелочей. Например, из-за того, что я украла ее сундук из Майнкрафта. Да, это точно. Да, дальше-дальше. И все. Еще мы ссоримся из-за того, что я один раз украла Каринину помаду. Ну, мне тоже было лет 7. Решила накраситься, потом решила смыть, у меня не получилось. И Карина такая, а что это у тебя на губах? Не моя ли новая помада у тебя? Ну, короче, вот такой вот бред. Просто семейная рутина, ничего такого необычного. Кто из вас приемный? Так, такая просто умная. Такие вопросы. Было ли такое, что что-то натворила Полина, а ругают меня? Вообще, такое происходит очень редко, но такие ситуации были. Я их, к сожалению, уже не помню. Привести даже не смогу, я думаю. Но такие ситуации были. Я думаю, что даже было такое, что натворила я, а орут на Полину. Вот сейчас я к этому приведу пример. Ну, давай. У нас с Кариной есть общий санузел, там где две раковины и все такое. То есть только наш санузел. И там есть одно наше общее полотенце. Карина всегда его роняет. То есть она помыла руки, вытерла и уронила, и такая, ну и ладно. А меня-то это ругает, что я, типа, рукожопа, что я всегда роняю полотенце. Меня. И на самом деле семейная рутина еще заключается в том, что нас с Полиной раковины соединены. То есть одна ее, одна моя. И когда человек заходит и смотрит на раковину, на одной, короче, всякая херня, а слайм и краски валяются, на другой просто гора косметики. И мы постоянно орем друг на друга, типа, Полина, что у тебя с раковиной? Что у тебя с раковиной? У нас даже бывали такие моменты, когда есть какой-то мусор, я его перекладываю Полине в раковину, она заходит в палет, перекладывает в мою раковину. Да, я еще, да, я расскажу кое-что. И один раз такое у нас произошло. То есть она положила свой какой-то фантик от косметики мне в раковину. Я написала записку, типа, хватит уже, типа, я положила ей, а потом она написала записку, типа, сама хватит, и мы ее перекладывали где-то две недели. Это вообще просто две дуры. Ну, короче, ладно, на этом я хочу закончить ответы на вопросы и показать Полине свои старые видео. Парочку посмотрим. Это уже поинтереснее. Так, слышь, вот сюда. Блопперсы будут? Блопперсы? Нет. О! Четко отображает результат слабо. Это вот как следует. Вы сюда беременна? Лена. Сколько? Так, ладно. Первое видео называется «Необходимости для плетения из резинок». Я туда на заставку поставила какую-то херь. Карина, кушать будешь? Всем привет! Сегодня с вами Карина, и в сегодняшнем видео я бы хотела поговорить с вами на такую тему, как мое хобби, чем я пользуюсь для плетения резинок. И вообще, такой порядок я соблюдаю в своей специальной помощи. Ты носок не ухажешь, я уже... И вот это давай... В смысле носок не ухажешь? Ну, а не ж, ты такая... Я показала, ты все вещи розовые, а вот он такая... Так, этого не было. Коробочка для плетения. Все, что лежит внутри, я вам все покажу, расскажу подробно. Я начать с вида моей коробочки. Выглядит моя коробочка вот так. Опять скукота. Не забывайте, ребят, что у меня есть мой инстаграм, где мы скоро с Полиной снимем вайн для вас, так что обязательно подписывайтесь. Мы с Полиной выложим еще одно наше совместное видео, как только наберется 30 тысяч лайков. Так что дерзайте! Всем пока! Пока-пока!